приветствую дамы и господа это очередной выпуск будни московской биржи сегодня поговорим про российские акции что там интересного есть купить куда все движется ну немножко расскажу что конкретно делаю я в последнее время хотя не так давно выходил у нас видео я смотрел 13 дней назад на ютюб посмотрите какие стоят ли покупать акции какие акции покупая мы уже пару недель назад об этом говорили но сегодня продолжим потому что идет развитие ситуации на российском рынке напомню на всякий случай что у нас есть телеграм-канал где я стараюсь практически каждый день выпускать дополнительные микро видео по минуте с комментариями о текущей ситуации каких-то интересных моментов разбором отчетов вот допустим вчера там про поговорили про мету по или про google отдельных два видео ну и конечно много инфографики и полезных новостей поэтому заходите телеграм-канал ссылку внизу оставляю подписывайтесь и там мы уже в комментариях с вами увидимся теперь переходим наверное к главному что беспокоит сегодняшний российский рынок начнем с главных тем начнем с того что вроде как происходит разрядка геополитического кризиса который мы наблюдали в последнее время и на этом фоне рынки очень серьезно падали но в россию приехал макрон он встретился с путиным и по окончании этой встречи там буквально на следующее утро появилась заголовок о том что financial times узнала сделки путина и макрона по украине ну и в итоге макрон сказал что там минские соглашения это не стой путь который позволяет идти к устойчивому миру зеленский рассчитывает что встреча политсоветников нормандской четверки десятого евро берлине приблизить встречу лидеров нормандского формата в общем пошла такая достаточно мирная риторика на он слетал и в россию на украину и сейчас еще в россию полетят из германии из британии я думаю все будет хорошо потому что если не будет хорошо всем очень плохо очень плохо просто каждому наверное каждому будет плохо поэтому я думаю все таки у всех у всех есть инстинкт самосохранения и все закончится прекрасно и прекрасно другого варианта нету поэтому нужно быть максимально позитивными но помимо геополитики не забывайте проблем еще хватает хватает экономических проблем и подъема ставок всемирных инфляции и не только геополитика влияет негативно на российский рынок вообще геополитика на самом деле достаточно серьезнейшим образом повлияло на именно российский рынок час покажу начнем с того что один момент и если посмотреть на динамику фондового рынка россии то мы с вами увидим что ну а на момент до оглашения macron а рынок российский падал более чем на 20 процентов ну то есть в районе 20 процентов от своих максимумов что принципе достаточно неплохо уже нападение до этого у нас когда получается конце января составляла порядка 30 процентов что очень много это уже такая хорошая глубокая коррекция и не каждый смог выдержать эту коррекцию тем не менее симпасами посмотрим на то что происходит с сэнпи на тот же период сэнпи не считаю вчерашнего роста упал на 6 с половиной процентов и но это это много потому что основным драйвером снижения все-таки выступали большие технологические компании посмотрим с вами европейцев да если в индекс евро сток с 50 там падение минус ну тоже 5-6 процентов плюс минус возьмем с вами единственно кто упал примерно также как российский фондовый рынок это китайский фондовый рынок но там у них прямо совсем все плохо на у них и технологические компании валились и строительные компании валились то есть там прямо совсем так удручающая была ситуация поэтому по сути два рынка так упали сильно это российский и китайский рынок not наверное у них сейчас есть потенциал наибольшего восстановления особенно российские если геополитический риск уйдут если мы с вами просто откроем график тире индекс московской бирже то наверное если представить что весь мир примерно на 5-6 процентов упал то получается мы ну пускай давайте мы возьмем с дисконтом 10 процентов мы должны упасть там они 5 мы 10 то есть мы должны куда-то в теории да в теории конечно вернуться вот в район 3 800 по индексу московской бирже это от текущего район 3 800 3 900 прошу прощения но это где-то ну апсайт не сильно уж ты большой то есть сам индекс не сильно большой потому что у нас не упали серьезно нефтяники они не упали практически совсем а это половина индекса найти на у нас надо смотреть отдельные сектора отдельные компании которые упали 30 50 процентов вот с ними мы сегодня будем в том числе разбираться окей поехали дальше вот я уже показывал этот график да и в принципе вообще вот так вот просто на россию санкции наложить очень-очень сложно как бы они там не храбрились потому что пострадают в этом случае реально все понятно что россия и российский фонд пострадает сильнее но хотя кто знает найти вот вы все посмотрите то треть российского газа потребляет то есть треть потребления европы это российский газ и хотя бить в последние годы они диверсифицировались до старались максим больше приобретать в других странах тем не менее достаточно весомая доля и так просто свифты понимаете не отрубить свифты просто так не отключаются еще один момент это конечно же не забывайте что есть еще металлы которые россия поставляет ну помимо еще сельхозпродукции и удобрений например смотрите доля россии но для российских компаний в процентах от производства глобального металлов например палладий порядка 45 процентов всего мирового производства палладия происходит в россии мы знаем да компанию которую нас производят палладий дальше платина больше десяти процентов никель около десяти процентов алюминий порядка 6-7 процентов и меди амини пяти но с меди можно и нормально в любом случае какое-то отключение запрессы сырьевого экспорта это повлечет за собой тяжелейшие для многих рынков последствия поэтому не так все просто то есть глобальная экономика она тут получается обоюдоострый нож да если там допустим решат от свифтов отключить экспортом за запретить понятно что российской экономики будет очень тяжело критически тяжело но и мировая экономика от этого серьезно пострадает пострадал отдельные страны компании пусть будет конечно всем очень и очень плохо поэтому конечно лучше всего договариваться договариваться находить компромиссы я думаю поэтому все так и будет вообще российский рынок в российский экономикой и особенно промышленное производство в прошлом году был рекордным на таких ценах на нефть металлы российская экономика конечно чувствовала себя прекраснейшим образом эти сочные жирные дивиденды которые вы получите по итогам 2021 года на они будут конечно красавы то есть вы прямо отчивать наконец-то ощутите когда реальный кэш попадет на ваши карманы как можно их потратить чтобы поехать в турцию который на 50 процентов по прогнозам уже подорожает но действительно вы ощутите если вы инвестировали тем более покупали на просадка хорошей бумаги дивиденды на которых маловероятно какие-то санкции наложат которые сейчас пользуются максимальной экспортной выручкой они конечно вам принесут просто сногсшибательные деньги идемте дальше следующая хорошая новость это то что правительство утвердила концепцию регулирования криптовалют и это действительно новость вышла вчера и она просто сногсшибательная если помните центральный банк вообще хотел запретить крипту чтобы вы не могли ничего с этой крипто сделать сказать притом там из разряда можете там где-то за границей и и покупать но в россии ню 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 но как оказалось это все такая подход был ко всему народ каш возмутился все возмутились правительстве возмутились и в итоге вроде как и пока концепт этого закона вот представил на сайте рбк правительство поддержала концепцию которая предусматривает не запрет криптовалют а идентификацию клиентов и контроль за операторами платежей финансы вы должны подготовить совместно законопроект уже к 18 февраля то есть уже через 10 дней и что самое главное я желтым выделил о том что своей концепции минфин предполагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки там суть том что вы нужно будет открыть в банке российском крипто кошелек представляете наконец знаете вот таким темпами уже и на мосбирже скоро появится криптовалюта вот вот кстати будет действительно драйвер если российская законодательство позволит спокойно торговать криптовалютой то значит скоро на мосбирже появится крипто трейдинг понимаете сейчас дарасскажу еще про это соответственно тоже разделить людей на квалов и не квалов видимо там квалом одно разрешат не квалом все разрешат там во всем квалом только bitcoin это не больше тем типа 01 торговать примеру а что еще конечно все осознали что сейчас по данным гражданами россии открыто несколько миллионов криптовалютных кошельков объем средств на которых составляет около двух триллионов рублей представьте какой теневой объем денег который нигде практически не фигурирует то есть ну мало кто отчитывается о своих кошельках там федеральную налоговую службу да если вообще кто-то отчитывается кроме там за крупных майнеров наверное и то есть видим все посмотрели но если они запретят это да то есть они сделают огромнейшую серую зону которая не подконтрольная которая тем более деньги бы находиться за рубежом то есть и все и все понимаете все и поэтому логично максимально нужно обилять эту сферу максимально давать возможность и налоги платить идентифицировать и конечно конечно молодцы вот это кстати горят хорошие такие моменты которые мне наконец нравится прошлый раз я источал такой желчь о том что запретить пытаются но вот наконец-то мы следующем видео ведь в этом видео уже я радуюсь и минфин при этом хочет разрешить работу в россии иностранных крипто бирж для этого им потом потребуется открыть стороне свое представительство надзорные функции предлагается распределить между цб минфином росфин мониторингом фнс минцы приводит генпрокуратуру ищет вот генпрокуратуру не надо давайте цб минфинах ограничимся не силовой частью и вот в итоге в итоге что скорее всего в банке вы будете открывать счет как он допустим откроется в россии либо зарубежной бирже либо тоже спб московская биржа запустит торги криптой все переводите крипту с банка на торги своему брокеру или на мосбиржу напрямую да например в обход брокера могут сделать такой зачем на брокер в этом случае и понеслось так что так что россия становится свободной для крипто торговли это молодцы наконец-то боже ты мой наконец-то то что тут уже устали мы от этого это нельзя это нельзя давайте здесь перерегулируем это запретим это запретим все запретим все запретим и налог на то чтобы дышать еще введем и вообще классно прекрасный на климат для инвестирования просто вот ну наконец-таки наконец-таки это положительный я рад дальше поехали теперь по акции последнее время я говорил что поле металл покупаю но покупал я покупала он падает блин падает в поле металл давайте откроем на графике начнем с металлургов сегодня поле металл давайте открою график я начал покупать поле металл вот здесь по тысячу ниже 1300 и вот где-то в этом диапазоне 1250 1350 вот в этом диапазоне немножко догружал себе объемами и но они пробили они пробили дно они пробили 1200 сейчас торгуется по 1100 это не порядок если мы с каким-то там заумными цифрами говорить что я великий мега аналитик я тут предсказываю будущее просто давайте как обычные люди порассуждаем по этим берем с вами график вообще у нас корреляция акций золотодобывающей компании и золото достаточно хорошую то есть вверх вниз они ходят вместе с друг другом что логично и тут смотрите происходит у нас в конце лета рассинхрон пошел то есть акции поле металла пошли вниз а золото осталось стоять в боковом движении возможно с одной стороны там кто-то испугался что ставки будут повышать поэтому золото будет под давлением давайте-ка заранее скинем золотодобывающей компании возможно это был первым импульсом возможно потом концу года пошла геополитикам геополитика при определенно здесь тоже поддавила цену поле металла прямо очевидно при том сейчас цены не только на поле металл если мы посмотрим блок то что поле металл изначально торгует виси поле металл international plc у него основной листинг находится в лондоне в лондоне доилл а если они что ничего не путаю поле металл входит даже футси 100 то есть британского индекса туда же входит еще и еще одна российская компания такая квазироссийская евраз и вот эти две компании евраз и поле металл просто укатали в последние неделю пол отчасти наверное евраз укатали из-за того что там выделение распадской было но у меня есть некое подозрение опять же домыслы давайте такие домыслы о том что просто поле металл и евраз да как две российские компании которые крупные входят футси стоят две российские только компании которые входят футси 100 и они обе упали сильно сильнее чем их коллеги в россии потому что допустим если на ломка есть северсталь в россии есть по полю золота в россии который основной листинг в россии я ничего не путаю подождите поле поле золота по основной в россии так вот вот там где основной листинг в британии там укатали сильнее российские акции возможно опять же огромные домыслы из-за того что вот эти все санкции там олигархов всех санкций на россию то есть просто ребята за рубежом испугались и начали лить сильнее это мои домыслы до домыслы то есть причина почему поле металл евраз сливают в логу слили сильнее чем аналогичные компании которые только имеют или по основной листинг московской режиме кажется все таки западные инвесторы немножко испугались и поцелили сильнее и вот тут у меня логичный вопрос да если посмотрим на производственные показатели на сайте мы вчера разобрали можете почитать подробно то с чего бы упадать единственное что еще приходит логика кроме геополитики это что там англичане это все слили приходит в голову только то что если федеральный резерв будет повышать ставку тогда золотодобытчики могут быть то под давлением в связи с тем что золото будет под давлением но эта игра слишком напережение у тебя сейчас смотрю на золото нам в последние дни так неплохо отрастает неплохо отрастает поле металл стоит если мы посмотрим давайте давайте посмотрим теперь золотодобытчиков американский да вот там же на река там еще больше денег туда вбухивают как себя чувствуют аналогичные ребята вот возьмем допустим ньюмонд корпорейшн смотрите вот у меня сейчас на него опционный колл 57 с половиной в марте стекают я специально покупал как защитный от инфляции чисто хотел взять не российский золотодобытчиков на шуме есть полюс сейчас он набирал и сегодня еще купил поле поле металл потому что чувствую что какой-то бред уже откровенно творится главное что-то нежданчик потом не прилетел виде какого-то черного лебедя которого я не знал а инсайдеры знали они поэтому сливали да там поле металл примеру но вот если возьмем ньюмонд корпорейшн он смотрите он растет то есть он с декабря они же должны коррелировать ребята ну две золотом ваще компании да у одной там чуть больше серебра у другой чуть меньше но они кстати он вырос на 20 процентов вот с 30 ноября берем поле металл с 30 ноября давайте 30 ноября прям возьмем вот прямо тот на 20 процентов вырос а этот упал на 20 и где логика облить золотодобывающей компании понятно что фундаментал то может у кого-то быть плохим но у ньюмондов все прекрасно с фундаменталом у поле металла тоже в моменте все прекрасно поэтому это у меня рождает мысль о том что поле металл чрезмерно укатали но я не хочу чтобы сейчас бежали говорили да точно идея хорошая может срочно бежать покупать это не идея покупать это просто рассуждение о том какого кипариса поле металл так разошелся с ценой на золото если убрать отсюда геополитику да если бы сейчас она уходит то он должен быстро восстановиться давайте ваше мнение накидывайте почему такой огромный разрыв и сойдется ли он может я чего-то не учитываю может где-то я ошибаюсь дальше идемте поле металл да кстати дивиденд у него сейчас просто потрясающе 7 процентов от золотодобывающей компании там персик на главное тебе чтобы золото не обвалилась и какие-нибудь санкции или еще какие-нибудь знаете неизвестные корпоративные новости не прилетели которых мы не знаем и вот завтра мы узнаем дай бог что всем было все хорошо поэтому если рассуждать и открытых рассуждать из открытых источников информацию брать на из отчетов компании того что мы подразумеваем то у меня стало ощущение что в компании все прекрасно просто геополитика плюс какие-то геополитика основная и плюс мы боязнь того что за цены на золото начнут падать начали и может быть по какой-то фон да там говори какой-то фонд разгружается крупный может фон просто реально вес устроил то есть здесь скорее не фундаментальный фактор влияет а какие-то технические моменте дальше идемте алюминий в это последнее время смотрю на ралли 3000 из 3000 до 3200 почти 7 процентов роста за буквально несколько дней цен на алюминий дошли до максимума который был у нас осенью вот вопрос теперь интересные а будет ли двойная вершина по алюминию и не пойдет ли наш любимый русал завтра тоже вниз вместе с этим алюминия потому что если мы откроем с вами теперь у нас минуту с откроем русал давайте открываем русал буш на тебя очень хотел взять русал вчера утром но что-то пошло не так и вчера утром его пока этому занимался делами думал час 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 через час и вот такая штука произошла при том взяли просто вот кто-то взял вчера вот рынок открылся так нажимаете на 9 февраля это на сегодня вот вчера вчера вот рынок открылся думаю сейчас возьму русал пасть там 771 думаю нормальный ценник с учетом цен и потом кто-то пришел и на объемах просто взял выкупил а потом пришла что финан там как идею предложил еще кто-то там предложил то есть просто за затаре и тут уже стало жалко покупать а потом еще более жалко еще более жалко и сегодня он стоит на 78 больше 10 там 12 процентов за сутки просто сделал и вот уже не хочется русал покупать хотя была идея как раз вот сейчас по то что снижение напряжения есть выкупить несколько таких и дополнительных позиций открыть небольших пока тоже денег тоже немного резервы которые были у меня практически израсходованы честно признаюсь я практически все потратил последнюю неделю на вот этом на снижение геополитических рисков практически всю кубышку которая была для российского рынка полностью создана практически вся потрачена это около 10 процентов от всего портфеля то есть у меня было 90 процентов акции около 10 процентов кэшу почти 10 процентов кэша я сейчас так тонким слоем размазал между где-то на пятью шестью акциями которых я закупил и вот думал еще чуть-чуть дотарить может быть русал но поздно поздно и тут еще такая хорошая двойная вершина пока вырисовывается на самом алюминии что думаете про алюминий будете дальше расти потому что ходят слухи о том что если алюминий дальше пойдет точно легко нарастить объемы продажи этого алюминия и цены также быстро грохнуться вниз вот как мы видели это осенью хорошо с этим вроде все теперь про алросу прошлый раз я вам рассказал что цены на алросу очень хорошие 105 а тогда стоила цена акция на 1 алрос и это первое что я покупал вообще две недели на 2 до две недели назад это первое что покупал то алроса ну и плюс вышли неделю где-то назад данные о том что алроса в январе повысила цены в среднем на 10 процентов так как клиенты столкнулись с недостатком сырья то есть сейчас действительно ценник хорошие цены так не болтаются как там тоже золото по сути алроса чем мне нравится тем что она цены стабильные деньги хорошие дивиденды сочные продают все от free cash flow все вам дают то есть по сути это доход в баксах то есть мы говорим покупаем алросу на мосбирже за рубли но реально это продается все за валюту поэтому у вас валютная выручка то есть защита девальвации единственно чего нет защиты в алросе это от снижения экономической деятельности в мире то есть глобальная экономика мировая начнет схлопываться то первое на чем и к ночной начинают экономить толстопузы это на апреля но на шубах бриллиантах суперкарах и так далее то есть это не на не там может быть чуть-чуть хотя просто суммам все равно найти у них там 10 миллиардов или стало 7 миллиардов все равно сиже не надо купить пару брюликов они пойдут и купят их наверное такие как мы с вами там средний класс наверно первым ищем экономить на это конечно на дорогих дорогих лекарствах хотя это на р тоже можно назвать лекарством от грусти для кого-то для меня на вот грусть была бы себе купил бы бриллианты для меня это грусть но алросы сейчас сейчас цены на алросы уже не такие вкусные как были но все еще вкусные потому что опять же мое мнение потому что потому он уже не слушайте цена чё за пара не так вымахал вчера было 115 115 мне прямо казалось что так вот на грани хорошо сейчас уже 121 не надо сказать что 121 это как-то слишком дорого потому что дивиденд в среднем давайте скажем так если в следующий мы я так ожидаю если не случится какого-то глобального кризиса то цены на бриллианты плюс-минус будут оставаться либо здесь либо даже будут расти из-за нехватки сырья с учетом того что алросы мы прогнозируем в двадцать втором уже году дивиденд где-то в районе 11 12 рублей то получается дивидендная доходность у алросы около 10 процентов что можно считать в баксах что очень даже неплохо очень даже неплохо поэтому цена в принципе в 120 все еще конкурентная среда хотя по 105 конечно было персик покупать персик жаль что не то нет столько денег чтобы скупать все и вся но алрос конечно один из моих фаворитов правда ценник уже становится менее привлекательным чем был до этого еще одна новость о том что вроде как собираются строить второй газопровод в китай это новость не то что новость уже о том что собирать строить информация ходила давно вроде как уже пришло техника экономическое обоснование что это надо делать скорее всего скоро это сделают есть вероятность то есть построить они вот такой газопровод будет называться проект сила сибири 2 но сейчас потом как наш южный коридор ли как так назвали они в общем будет проходить через монголию единственное здесь это с одной стороны хорошо что больше газа то есть газпром сможет больше газа отправлять на экспорт но тут такие два момента которые хочется с вами обсудить значит очень много криков идет о том что в китай мы продаем газ очень дешево что-то то есть дешевле чем в европу то есть китайцы получают газ дешевле чем в европу это плохо и так нельзя это мы продались там китайцам и так далее так далее то есть ну такие ходят те кто ругает газпром с другой стороны ну наверно можете право что почему дешевле мы продаем в китае чем в европу потому что наш союзник но с другой стороны с другой стороны если газпром решит знаете это очень газпром решит строить не в китай а допустим газифицировать больше россию то это совсем не выгодно потому что допустим посмотрел сколько за газ плачу там газ наверно в среднем но по камере в моем регионе он стоит порядка пяти там 5-6 рублей за один кубометр газа на то есть мы берем с вами калькулятор допустим 6 рублей за кубометр умножаем на тысячу что получается стоимость за 1000 кубометров вот 6000 рублей получается и делим на текущий курс но курс сегодня там 70 ну пускай 75 для простоты то есть 80 долларов то есть я сейчас плачу 80 долларов за 1000 кубов 80 насколько я слышал сейчас в третьем квартале по моему ценник на экспорт газа даже в китае при том что он там дешевле чем европейский шел по 200 долларов то есть целом китайцы платят в 3 да я думаю сейчас по четвертому кварталу где-то такой будет ценник в три раза дороже чем на внутри рыночные внутрироссийские цены то есть в любом случае экспорт в китай а выгоднее чем газификация отдельных регионов дача это очевидно газпром сколько раз на конференц-звонки это и показывал том что зачем не тоже зачем газифицировать надо россию но когда есть у тебя как бы утяжение не безграничные ресурсы надо строить туда трубу сюда трубу там строить на дальний восток трубу вот ты выбираешь всегда есть показатель рентабельности инвестиций куда строить в китае в китае ты продаж за 240 допустим газ а в россии за 80 тут куда тебе строить вот понятно понятно куда поэтому наверно постройка как бы кто-то мне кричал что очень дешево в китай газ я думаю все равно выгоднее чем строить газопровод допустим на дальний восток у нас не знаю там ахту хотя махте не знаю есть там вот так вот поэтому посмотрим что будет я думаю с газпром будет все прекрасно в любом случае еще один такой момент это кстати давайте по газу немножко разберемся сейчас цены на на нефть в последнее время последние два дня начали проседать вот мы коль нефтегазовую тему рассматриваем то посмотрим сейчас смотрите а цены немножко просили то есть геополитические давление снизилось после приезда макрона и цены немножко ползли вниз а пока не так уж сильно но в принципе может развиться у меня есть такая сейчас логика но заключается в том что смотрите если все-таки штамм омикрон вируса станет как говорят эндемии то есть последним последним и уже дальше он будет среди нас как такой более безопасный вирус то скорее всего весной летом локдауны и ограничения массово начнут сниматься везде а вот сегодня вышла новость что борис борис а борис джонсон британский премьер-министр объявил о том что до конца февраля все ограничения по виду будут сниматься все то есть даже если ты заболел к видам у тебя положительный тест то есть и ты живешь лондоне можешь спокойно идти на день рождения к своим любимым друзьям всех целовать в десна и все будет прекрасно то есть даже это разрешают то есть по сути британия сказал что к вид 19 теперь это обычная простуда ну с осложнениями у тех у кого более слабый иммунитет и какие-то есть сопутствующие заболевания я думаю примеру борису джонсона скоро если игры не будет какой-то новый штамп опасный если это у микрон там плюс минус останется там же где он есть его побочными явлениями то скорее всего весь мир уже к лету снимет основные все ограничения это к вопросу qr-кодов вот этих всех книжечек о вакцинации найти тут уже народ кричит что 4 вакцинации уже прошло сколько на сколько еще можно вакцинироваться каждые полгода себе колоть 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 пока там синим уже не станешь поэтому я думаю что к лету это все начнется заканчиваться во многих странах активный туризм опять снова самолеты поднимутся в воздух катера полетят поэтому опять же я надеюсь черных лебедей всяких можем увидеть но если так оно произойдет то конечно же то конечно же компании с транспортного сектора все начнут себя чувствовать прекрасно спрос на авиакеросин соответственно спрос на бензин спрос на топливо резко подскочит может ли это привести к резкому росту цен на нефть может потому что опек может не успеть раскрыть крантик и тогда в моменте мы спокойно можем видеть нефти 110 и 120 потом правда резкий отвал конечно опять там к 100 и ниже но и такой нежданчик как бы не то что нежданчик видимо с вами уже заранее ожиданчик этого может случиться поэтому откат нефти прямо голосально не должен случиться и вот через месяц-два если по сценарию что микрон это эндемия то конечно будем следить это опять же мысли вслух я надеюсь так и не себе предположение я хорошо поэтому нефтяные компании все еще в портфеле их не трогаем радуемся сейчас будут объявляться финальные годовые дивиденды все вы будете здесь по дивидендам как сказал в шоколаде пошли дальше пошли дальше хорошие вышли операционные данные по рус агро шикарнейшая компания не упала практически вообще в период пандемии все есть хотят цены дорожают а помимо своих операционных сети плюс 27 это изменение выручки рус агро в четвертом квартале по стране 4 квартала 20 года плюс 30 почти процентов а сейчас вышел квартальный отчет компании тайсон футс американской я для вас ее делал разбор этого отчета позавчера вот пайси для чего мы покупаем компании из агро сектора потому что они перекладывают по крайней мере американцы научились перекладывать расходы на потребителя и еще увеличивают маржу свою белый дом в сша там пытается тоже как-то на них влиять чтобы типа у вас там себестоимостью что там но они не могут прямо запрещать прямо запрещать там цены повышать все таки капитализм в чистом виде здесь же сейчас пытаются да то есть правительство пытается запретить там повышать наценки и так далее слишком большие делать тем не менее рус агро все равно по выручке хорошо посмотрим выйдет у них скоро мсфо по рус агро там увидим что с маржинальностью бизнеса стала вообще доходность там под 150 рублей дивидендами только может быть то есть учетом текущей стоимости рус агро около тысячи 100 рублей сколько у нас там сейчас рус агро наш любимый стоит 1071 то есть див доходность под 15 годовых и никто не покупает вот это просто удивительно возможно там ей зашиты несколько рисков в том числе политических рисков геополитических рисков и ну с точки политических то есть могут ограничить маржинальность этого бизнеса потому что чувствительны для потребителей там не знаю еще всякие уходят слухи не буду их как бы рассказывать не то что голословно абсолютно но народ немножко побаивается рус агро это прямо очевидно видно по котировкам то есть вне зависимости от того насколько хороший отчет рус агро не покупают вот не покупать то есть подкупали на разных хороших новостях но недолгое длится это все вот и мне конечно это не нравится то что не подкупает видимо что-то видят там плохое внутри чего не показано в отчетах я не знаю что возможно вы какие-то такие вот слухи которые заходят за рамки традиционного бизнеса дальше идемте дальше идемте дальше идемте вышел отчет по сбербанку 100 миллиардов чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерской отчетности заработал и это только за за первый квартал по сравнению с 86 годом ранее то есть за квартал прошел за один месяц за январь то есть этот год если не случится не говорю ничего плохого теперь тогда все время говорить если не случится что внезапно она случается всегда очень плохое при том рука чаще всего рукотворное собственными руками короче какие-то проблемы создаются вокруг компаний поэтому если все будет хорошо думаю 120 триллион 200 триллион 300 а то и больше чистой прибыли по сбербанку в двадцатом году мы можем увидеть ну и по и по итогам двадцать первого года конечно же не у сегодня смотря на банковский сектор я думал чтобы и докупить себе из банков я до этого покупал сбер когда вот только начали когда все вот первая разрядка пошла здесь а покупал сбербанк только при прибы покупал на давайте открою лучше при хиппу что обычку это можно было хорошо очень поменять припыли на обычку чем спрайт очень резко сошелся но то есть вот тысячи до для захода конечно да и сейчас нормальные ценники ческазы чё счет греха таить сейчас там чуть выше чем один капитал торгуется сбер поэтому даже текущая цена абсолютный персик эти был бы капитал мы просто уже очень много сберса залито поэтому покупать вот я думал сбер вот и тинькофф вот и сегодня думал про тинькофф утром но не только я думал сегодня про тинькофф утром там прямо тоже быстро вынесли также как русал почему-то нет несколько компаний которые начинают только думать может быть тут кто-то в мозг мой влезает вот с утра сегодня с утра такой раз думаю тинькофф может быть раз вынесли поставили раз вынесли ну что это ужас какой уж тинькофф на самом деле неплохо так снизился даже посчитал с утраца price to earnings у них то есть у них получается п е п е раньше был 2224 сейчас уже он опустился до 17 17 price to earnings давайте не день до 17 но это когда цена была 2 5 300 до 17 и это по итогам этого года то есть есть учет того что они с чистой прибыли хотя бы процентов на 10-20 заработают в следующем году то уже мультипликаторы по тинькофф становится более-менее адекватные думал можешь купить так вот думал 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 и пока думал там час-два пока занимался другими делами девять процентов вообще тинькофф акции тинькофф летает как будто какой-то шестой эшелон там знаете движение плюс минус четыре процента внутри дня это какое-то такое найти нормальное явление то есть я вообще не вижу что тинькофф там плюс один процент либо плюс 5 либо минус 5 что там происходит там что ликвидности нету вроде как крупные там большой фрифлоут что они так и вот девять процентов 9 все на все нормальные ребята плюс 3 плюс ну плюс 5 хорошо там он распадская плюс 10 у него фрифлоут а вот такой там вот такой фрифлоут смешной там цены на уголь просто в космос улетает там понятно почему то почему тинькофф плюс 9 или на этим на ровном месте плюс 5 может это чуть хоть там ликвидность походу нет народа просто там нету лады поехали дальше банковский сектор он пока только сбер помните прошлый раз я рассказывал вам про то что байбеки это многие компании объявляют вот еще на прошлой неделе на этой даже неделе детский мир объявил байбек магнит объявил бы хоть хочет делать байбек то есть предполагает но детский мир конкретно объявил байбек и вот честно сказать вам то конечно наш ритейл сектор очень сейчас дешевый это просто копье просто закопил детский мир сегодня плюс 8 вот вчера я когда вчера помыли вчера ли то вчера появили как раз таки о о том что будет делаться байбек первым что побежал я начал покупать детский мир докупать я до этого уже купил его по 105 и еще вчера по 103 что ли право блин ой неважно вообще детский мир я последний раз покупал вот здесь вот где-то здесь вот где-то здесь в районе 99 100 уже радовался что 150 нот там 100 вернусь потому что детский мир одними дивидендами пятнашечку платить 15 рублей должен заплатить будет по итогам 21 года 15 рублей то есть это див доходность получается 15 делим даже вот на счастую 110 даже это у нас почти 13 6 округляем почти 14 процентов див доходности почти 14 див доходности пертон бизнес то растет единственное что подкосило его пандемии сейчас из-за локдаунов на надеюсь что это последние локдауны и все будет прекрасно дальше и дальше все будет прекрасно так вот я открываю телефон просто свой телефон эти все покупать через телефон вот а купил когда в 947 на объявлении о байбеке купил акции по 102 запятая 16 просто 2 запятая 18 вот так вот детский мир красавчик здесь вообще весь ритейл практически красавчик знаете я просто детский мир выдел потому что у меня большая позиция в нем в детском мире но блин тут и магнит дешевый и x5 красавчик вот x5 еще тоже добрал и фикс фикс прайс хотя не очень как бы бизнеса за этим смотрю носу кстати в это в тинькофф появились такие штучки видите появились это инсайдеры покупают смотрите что происходит у нас тинькофф хорошую штуку сделать смотрите когда 26 января дмитрий кирсанов директор и seo купил на 10 миллионов поэтому мало правда но все равно 10 миллионов вложил в акции фикс прайс далее директор по логистике купил олег что янгель почему на русские фамилии на английском пишут дальше имитент сам фикс прайс купил на 47 миллионов то есть видите ценники сейчас вот я думаю тут можно закрыть глаза и вот просто все весь ритейл покупать и не ошибетесь ну наверное кроме того что кей может кроме обувь россии вообще надо дефолтную компанию отсюда сайте это киш трэш дефолтную компанию давайте все мы удаляем дефолтную компанию чтобы она мне даже не появлялась обувь россии с было очень короткое время у меня в свое время года два назад но не оправдал ожиданий и было у заказа так дождяка удалите списка все удалили все удалили из списка больше и у нас нету в целом наверное его кроме окей все стоит копье щас вот просто копейки все можно пылесосить пылесосом на на было у меня денег я все вы скупил все весь ритейл бы скупил значит ритейл почему такой дешевый во первых конечно же инфляция и из-за этого высокие ставки из-за этого более высокая нужна норма доходности и более низкие мультипликаторы стали у компаний второе конечно же давление со стороны регулирующих органов в плане того что не повыли там запрещают там повышать цены маржу пытаются урезать там сегодня по-моему вышла новость что на социально значимые там какие-то продукты отдельно разрешили не 10 процентов маржу да то есть наценку сложить а пять процентов пять пять я вот как-нибудь дайте я думаю приду как-нибудь в магнит а там хлеба нету да просто магнит скажет а зачем мне весь геморрой если наценка пять процентов вот зачем знаете там хлеб он продает типа за 15 рублей и вот этот батон там наценка максимум сколько может быть 70 копеек да вот он скажет зачем мне вообще все это забудут конечно можно регулировать заставить а ну давайте продавать но на мой взгляд регулирование цен в рыночной экономики недопустимо просто потому что это можно какое-то короткое время найти крал прямо уже не могу да но нужно другими использовать способы например такие как субсидирование но если у тебя человек не может уже хлеб себе позволить знаете ну то есть надо дай ему адресно помогать значит он настолько бедный что нужно кисот способе ему дать и чтобы пошел и хлеб купил потому что у нас рыночной экономики всего 1 хлеб 15 стоит то тот кто предложит 13 к нему пойдут покупать его вот и все и так устроено просто перетекание идет тому кто предложит дешевле но почему нас фикс прайс появился потому что они могут предложить дешевые цены народ туда пойдет понимаете он и сейчас не пойдет человек в этот какой-нибудь в дорогостоящий магазин типа азбуки вкус если у нее нет денег по фикс прайс вот так устроена там там у там минимальная маржа будет пожалуйста хотите минимальную маржу идите фикс прайс вот и все поэтому не нравится регулирование не знает советского прошлого еще остались какие-то задумки вот свой в советское время мы регулировали там у давайте и здесь порегулируем нет нельзя нельзя ну учите матчать учить экономику экономическую теорию ребят вот эрдоган у нас тоже экономическую теорию скорее всего не знает хотя мы все рассказывают у него там своя видимо тема какая-то и там инфляция 40 процентов понимаете опускать ставки когда у вас инфляция и вот то же самое или регулировать цены когда у вас инфляция это путь только к тому что просто хлеба завтра в магазинах не будет вот как это ну как-то донести до тех кто то регулирует цены ну тут кто это он де директивы выполняет это вот это конечно тоже скорее всего подавливает в инструментах ритейл и народ так немножко шарахаться от ритейлеров хотя думаю сейчас все разрулится и все будет хорошо ну надеюсь очень на это надеюсь давайте оптимист в этом плане вот вышли кстати данные операционные по магниту прекрасно все прекрасно плюс 33 рост выручки по ебеда у нас плюс 40 процентов ну и на чистая прибыль от всем цифру слышу и чистая прибыль в квартал квартал в прошлом году плюс 36 то есть они все таки все таки зарабатывают хорошие деньги и не беда маржа вот четвертый квартал оказалось 7 и 4 хотя у них таргет по 8 но тоже ничего то есть магнит в принципе деньги делает поэтому говорю ритейлеры чувствовать пока себя прекрасно даже при том что их пытаются там ограничить в росте цен да и маржинальности но и последнее на сегодня мы так с вами очень долго говорим напомню что мы сегодня конечно то какие-то отдельные эмитенты отдельных компаний столкнулись напомню что раз в три месяца у нас есть большущие четыре а то и пять часов вебинар где мы с вами каждую практически компанию обсуждаем что там происходит куда все движется и она будет нас по россии только в марте сейчас все отчитаются компаниями с вами например про российский через пару недель будет про глобальные компании про американские европейские там поговорим про них отдельно значит сегодня ночью то есть это с 9 по 10 февраля в контакте или в веке и озон могут исключить из индекса мы ся и раша это такое давление которое было на эти компании из-за того что у них капитализация упала значит соответственно будет ли навес то есть через носика нахи исключают соответственно фонды должны продавать включено это в цену мы не знаем но если вдруг действительно завтра на ровном месте эти ребята упадут то скорее всего надо будет мне кажется подкупать можно будет может покупать как раз фонды разгрузится навес уйдет и можно будет задуматься о докупках вообще честно говоря при прочих равных озон лучше мне нравится больше потому что у него очень хорошо сейчас растет выручка до прибыли пока проблемы с прибылью это кстати ахиллесово пита потому сейчас эмитенты особенно американцы стараются не покупать компании с убытками они накушались лапши быстрого приготовления о том что скоро 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 поэтому озон немножко здесь будет может быть под давлением тоже но если они смогут действительно свою выручку также гнать дальше то озон будет один из хороших выборов для такой айти сегмента российского потому что он сетят мавить его тинькофф оставил это это еще в тинькофф покупал акции российские он сел вот я по продавал на и пиок раз купил на и пио продал по 3100 зон с тех пор не покупала сейчас начал чуть-чуть набирать позицию по озон и немножко вконтакте купился игре вконтакте сейчас векей у нас на хорошем уровне посмотрите один момент эти объемы как это и объемы как вас убрать волю где объем то есть как уровень какой уровень эти двойное дно по вики тут даже я не знаю как как я уже как этот как трейдер такой заход там по 600 стоп ниже 550 и понеслась и понеслась но кстати говоря у здесь владимир кириенко в свое время на 630 тысяч долларов купил акции вики но с тех пор надо бы еще покупать еще конечно но ведь пока ну сейчас по вики на самом деле такая некая тишина потому что должны представить наверняка новую стратегию но может быть дивиденды начнут платить кто же знает и тогда конечно ценник вырастет поэтому я немножечко имею позу в вики сейчас даже добрал вот сейчас в районе 600 еще еще добрал главное чтобы как алибаба не закончить минус 6 хотя еще уже 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 минус 60 и больше упали ну и последнее в этом секторе нам позитив технологии если кто любит позитивные технологии то они сейчас торгуются по отметке начала размещения в районе 700 рублей за акцию единственно не до конца еще раз пробовал позитивные технологии еще не было у них ни одного квартального отчета чтобы понять вообще как там все это работает вот дождусь и есть там все будет хорошо может быть и это прикупим потому что ценник сейчас на цене айпио конечно хорошо было бы дешевле в целом много что еще можно обсудить но мы уже с вами 45 минут у меня уже идет запись видео наверное такие главные моменты я все-таки обозначил но и 14 у нас по моему 4 если не ошибаюсь 14 открою график 14 нет 11 когда у нас там 11 заседание будет центрального банка и будут повышать ставку диапазон от 0 5 до процента ожидается дальше будем смотреть потому что от этого зависит то есть от того насколько поднимут и какой прогноз дадут для нас будет главное когда уже начинать покупать энергетику когда покупать телекоммуникационный сектор да и в принципе вообще когда покупать в целом широкий рынок акций в целом а в том числе ритейл будет зависит от ключевой ставки об этом мы с вами поговорим уже в наших каналах когда ставку объявят на этом все спасибо за внимание не забудьте поставить пожалуйста лайк и комментарии это позволяет видео набрать чуть больше просмотров а мне соответственно больше добра и тепла от вас получить все всем спасибо до новых встреч и до свидания а а а и и и и Продолжение следует...